Тюменские спортивные секции воспитывают достойных людей. И пусть профессионалы уходят лишь единицы, но успешными личностями становятся очень многие. Анастасия Черкасова – одна из самых востребованных российских моделей за рубежом. Долгое время одна занималась спортивным ориентированием. Сибирская краса точно знает, что роднит моделинг и спорт. Лондон, Нью-Йорк, Париж, Барселона, Милан, Москва – это далеко не все модельные столицы, которые уже покорила Тюменко. Обложки журналов, работа со звучными фотографами и большие показы начались для Насти Черкасовой с кастинга, на который ее позвали, увидев фотографию ВКонтакте. Интересно, что на ней Тюменко играла во дворе футбол, но главной страстью будущей модельной дивы было спортивное ориентирование. У меня в принципе был один тренер, основной тренер – это Ермакова Ольга Николаевна. Мы на пересеченной местности, в лесу, можем так и в городе, как на лыжероллерах летом, зимой на лыжах и бегом. Это как бы совмещает достаточно разнообразие всех видов спорта и также это задействован и наш мозг, потому что мы иногда бегаем по памяти, мы смотрим по картам. То есть это не как в навигационных картах, где тебя отслеживают, мы сами себя отслеживаем в бумажке. Настя Черкасова занималась спортивным ориентированием с четвертого класса и до окончания школы, остановилась в шаге от звания кандидата в мастера спорта. Дальше тренироваться регулярно было сложно, моделинг и международные поездки захватили с головой, но Тюменко точно знает, чем схожи эти две столь привлекательные сферы и чем спортивный бэкграунд может помочь. Это работа с конкурентами. Это потому что, когда ты приходишь в модельной сфере на кастинге, это то же самое, как соревнования. Вы стоите все такие длинные, красивые, худые, но как бы место одно для показа, для фотосессии и так далее. То же самое, ты просто ощущаешь себя увереннее в сфере конкуренции. И среди девочек это достаточно. Кого-то это сможет сломить, а кто закален и готов к этому, он побеждает. В личных видах спорта, например, теннисе или фигурном катании, дружба между участниками тура явление скорее из ряда вон выходящее. Но у моделей положительные отношения к друг другу необходимы условия жизнедеятельности. У нас с дружбой со всеми девочками все прекрасно. То есть мы и с разных городов, с разных стран. Мы часто живем в одной квартире большой. Разные девочки, разных национальностей. И нам ничего не остается, как уживаться друг с другом. А если хотим жить счастливо, то и общаться. Прекрасно и поддерживать друг друга. Спорт всегда был страстью прекрасной девушки, которая переплеталась с работой. Анастасия стала первой, кому выпала честь примерить форму сборной России на зимних играх в Хинчхане 2018. Будучи моделью на презентации олимпийской команды, Черкасова поработала даже с чемпионом мира по биатлону Антоном Бабиковым. Достаточно такой радостный момент, особенно когда у нас была съемка для российского журнала Vogue с Антоном Бабиковым. Я биатлоном очень болела все детство, все время, когда я занималась ориентированием. И я не понаслышке постоянно смотрела, смотрела, и для меня это было огромной радостью. Возможность для занятий спортивным ориентированием Анастасия ищет даже за границей. Свои клубы есть в Барселоне, в Лондоне и в других больших городах. Модель пережидает окончание пандемии в родной Тюмени, но как спортсмены тренируются на дистанционке, так и представители индустрии прекрасного пробуют новые жанры на самоизоляции. Пошла такая новая тенденция, как фейстайм-съемки. И это когда вы разговариваете с фотографом по телефону, и он тебя фотографирует, кто-то фотографирует как скриншот, кто-то фотографирует на отдельную камеру. Это тоже достаточно интересный, интересный опыт. И с этой пандемией у нас достаточно много появилось возможностей общаться с фотографами именно дистанционно.